Курбанайт Курбанайт Священный праздник мусульман. Каждый год тысячи людей с раннего утра собирались на айт-намаз. Все они хотели, преклоняясь перед Богом, прочесть молитву и совершить обряд жертвоприношения. Но не сегодня. Мечеть закрыта на карантин. Согласно канонам ислама, жертвой может быть баран, верблюд или крупный рогатый скот. В возрасте не ранее полугода. Жертвенное животное должно быть здоровым и не раненым, пояснил имам центральной мечети. В этом году в связи с пандемией жертвенных животных на территории мечети забивать запрещено. Выделено специальное место в восточной промзоне. После каждого жертвенного животного помещение моется и дезинфицируется, а мясо до раздачи помещается в холодильные камеры. Главный имам областной мечети Ардахну Субханулла призвал жертвосудство в этот непростой год не оставлять третью часть жертвенного мяса себе, а полностью раздать его семьям социально уязвимой категории. Мы проводим обряд жертвоприношения на специально отведенной промзоне. Как видите, соблюдаются все санитарные нормы. Люди в масках, ножи обработанные и санитайзеры. Кроме того, на входе имеется и тоннель с опрыскивателем. Это делается для безопасности людей. Хотелось бы призвать население воздержаться от визитов гостей. Хоть в этом и суть Айта. Это делается для того, чтобы не допустить массового заражения вирусной инфекцией. Мы все с нетерпением ждем и молимся Всевышнему, чтобы пандемия прошла быстрее. Но пока необходимо соблюдать правила. Стоит отметить, в этом году можно провести обряд жертвоприношения онлайн. С помощью сайта хурбан2020.кз, который доступен на двух языках, жители смогут выбрать и оплатить жертвенные животные электронно. Заказчику отправят фото и видеоотчет. По словам имама, в областном центре заявки подали 50 человек. Один из них – Наеков Рахамжан. Тем людям, которые живут в многотажном доме, резать барана, животное в качестве жертвоприношения в своих домах во дворе, конечно, они не могут, не имеют права. Это противозаконно. А вот онлайн-версия – да. Очень удобно, легко. Для каждого мусульмана это священный праздник. Режертвоприношение – это для всех, кто имеет возможность, это обязанность. Благими делами в священный праздник отличились и сотрудники Центра обслуживания молодежи. Волонтеры вызвались заставить жертвенное мясо прямиком до дома всем тем, кто действительно нуждается в этой помощи. Списки формировались заранее, с учетом доходов на каждого члена семьи. Спасибо большое, что принесли нам мясо. Я очень благодарна. Узнала по новостям о сайте Курбан-2020 ГИЗ и оставила там заявку. Вы делаете благое дело. Желаю в этот священный праздник благополучия каждой семье. Пусть беды обходят вас стороной. Надеемся, что пандемия пойдет на спад, и мы отметим Курбанайт в следующем году, как полагается. Всех собрали волонтеров, автоволонтеров в честь этого. Первым делом управление молодежной политикой Алматинской области. Второе – духовное управление мусульман Казахстана, Талагурганский филиал. Ихни волонтеры, автоволонтеры. Обязательно соблюдаем карантинные меры. Как вы видите, носим маски, перчатки, соблюдается все карантинные нормы. Всего за три дня волонтеры намерены раздать жертвенное мясо более 500 нуждающимся. Все они оставили заявку на сайте хурбан2020.кз. Мы доведем дело до конца. Несмотря на праздники и выходные, в один голос говорят добровольцы. Ведь в этом и состоит смысл праздника – помочь ближнему, а также получить благословение Всевышнего. Дамир Анитов, Жай Курманбаев, телеканал ЖТСУ.